всем привет у нас подготовка к поездке взяли немного обе таких вкусняшек палочек чтоб лена могла покормить ее взяли багет себе чуть-чуть бутербродов каких-то сделать и купили себе обувь недорогую но мне понравилась она легкая удобные босоножки папе такие вот тоже на лето они как замшевые тоже очень хорошие мои стоили по скидке 60 процентов что-то в районе 12 франков всего лишь навсего мне понравилось что они идут как замшевые тут такая ткань и она нигде натирать не будет единственное что конечно как их стирать наверное не очень удобно но за такую цену и мягкая такая удобная стелька короче шикарные купили куриные ножки в мегросе конечно не очень выгодно их было брать но другой акции там не было куда-то ехать дальше мы не захотели печенье к собой взяли такие креветки со скидкой 50 процентов упаковка вышла в районе 3 франков они замаринованные уже можно съесть и такие вот тоже креветки в упаковке за 6 20 со скидкой неплохие ну и немного яиц еще взяли виноград и черешню в мегросе и такие плюшки булочки с печеньками и орешки кешью чтобы тоже взять с собой что-то на перекус вот это все наши покупки сегодня какие вкусняшки какая палочка какая палочка сразу она такая счастливая довольная становится у нас сегодня такой обед спагетти кусочек мяса помидоры с орегано обе услышала вкус и запах мяса уже готовится бежать смотреть где готовая еда а там не мясо сейчас покажу что у нас за перекус на перекус мы себе взяли такие креветки приготовили с хлебушком уже обе тут как тут а пахнет мясом потому что ей готовится мы же уезжаем варим мясо сложим ей все дочек и оставим чтоб лена ее кормила она не поймет чем пахнет поглядывает на папу на вечер несмотря на погоду на то что заходит дождь решили с папой немного пожарить мясо шашлыки немного отдохнуть перед отъездом сейчас покажу что мы тут готовы папа готовит дрова аби ему помогает и там вот мы будем жарить наши шашлыки на решетке папа привез из дома решетку нормальную и мы будем готовить чаши шашлыки сегодня ездили мы в эти кон за покупками но конечно основная цель была не покупки а узнать по поводу карточки у меня карта пост финансы банковская и работает ли она за границей в других странах и как будет происходить оплата и расчет в результате мне в банке ответили что при снятии за границей денег с моей карточки на каждую сумму какую бы я там не снимала будет дополнительно сниматься с карты 5 франков если буду оплачивать банковской картой расчет будет идти плюс полтора процента на ту сумму которую я оплачиваю то есть если мне надо платить за отель в районе там 1300 то к этой сумме будет считаться еще полтора процента в итоге мы решили хоть немного сэкономить и взяли сняли деньги в евро для того чтобы можно было там оплачивать возьмем эти деньги с собой аби проведывает все мои огороды у меня тут уже цветет и позавязывался горошек зеленый помидоры честно говоря даже те которые отдельно посаженные временами кто-то подъедает здесь немножко горошка помидоры и тут у меня так вот чуть-чуть и помидоры и огурец тут немного так посадила несмотря на вот этих слизняков все равно хочется хоть немного в открытом грунте чего-то хотя мы наготавливаем себе дрова на костер много всего перечитала в интернете по поводу того что можно брать в самолет чего нельзя брать разбойник вот это вот разбойник гавкает на всех всех надо воспитать готов воспитать людей воспитать всем рассказать где раки зимуют вот мой огород тут тоже лена попересаживала сюда огурцы у нас уже вот так вот вьются огурцы немного помидор в перемешку с горошком зеленым и аби злой пес хотя это у нас девочка ну наверно так она себя защищает и всех вокруг чтоб не думали что если маленький рост то она такая вот миленькая сразу даст всем да скажи я всех покусаю всех на окне в ведрах тоже чуть-чуть и помидоры и там огурцы с укропом разную зелень посадила здесь на столе тоже в ведре и помидоры и огурцы правда еще мелковатые хочется чтоб покрупнее что-то у меня начал сохнуть горошек не хватает ему наверное влаги за домом тоже помидоры такие уже покрупнее стали картошка тут взошла просто на эксперимент посадила одну картошку думаю получится нет вот так вот все растет периодически тут чуть-чуть обрываю бурьян в ведре так тоже растет картошка помидоры тут и огурец и помидоры тут недавно пересадила немного повяли порассаживала такие уже большие помидоры уже даже цвести собираются взяла их немного подвязала к окну и на окне тоже помидоры ты запах мяса слышишь? пошли за мясом где мясо? это у нас уже наш костер дрова дымятся там поезд поехал у нас у нас немного подчеревка и курица маринованная подчеревок такой мясной хороший хотим вот это запечь на костре сегодня купили очень вкусную черешню и клубнику такие у нас еще были сегодня фрукты там был зеленый виноград был синий, но он очень кислый а именно такой зеленый он сладкий без косточек и цена его не сильно дорогая получается я взяла вот небольшую гроздь на 1 франк 65 копеек за килограмм 5,95 ну 6 франков на улице заходит на дождь парит-парит и уже начинает накапывать мы продолжаем жарить мясо завтра у нас вылет в районе 11 утра так мы приспособились пока горит огонь просто оно слегка прикапчивается чтобы не погорело пропеклось а когда уже угли прогорят тогда уже вниз туда опустим вот так получается прикапчивается мясо в районе 12 утра в районе 12 утра оби спряталась под орехом не любит она дождливую погоду не ее это дело не любит когда гремит охотница охотница а там как вы думаете кто у нас в кустах кто там выглядывает кого там пытается обе словить вроде соседи должны дружить но нет она их не любит соседей своих кроме Лены она никого не признает не любит аромат сумасшедший просто сумасшедший аромат тут у нас вдоль забора растет ежевика правда она как-то загусла себе вынесли стульчик чтобы можно было выйти покурить подышать свежим воздухом сосушить вещи в сушилке но у нас тут и так сушат приспособили себе место под сушилку папа мне на окна где хватило сделал сетку такую уж можно было окна спокойно открывать нараспашку и не залетали мухи с комарами потому что тут и комары вот эти большие такие и мухи замучили везде летают спасают эти сетки конечно очень хорошо выручают тут на небольшой латке земли тоже помидоры несмотря на не очень землю поднялись но еще пока не видно цветочков на них те которые в ведрах уже собираются зацветать крупные на них цветы уже видны стали замечать что у нас на этой куче где мы выносим отходы такие не только птицы клюют хлеб но и стали крысы бегать ленаны коты их ловят приносят по двери такое не очень конечно это дело приятное но они нас вроде как бы не беспокоят и мы их не трогаем за домом есть у нас такие вот участки и фактически каждый день приезжают люди садят что-то занимаются огородом ставят отдельно машины такая красота конечно набирают воду с вот этой воды которая отстаивается внизу в ручейке делают себе пикники хоть какой-нибудь ну свежий воздух и на природе можно что-то отдохнуть такая тут вода у нас с мостика видна это там где она отстаивается и люди набирают поливать огороды плавают мелкие рыбки там мелкие средние такие много их прилетает много уточек разные птички которые кушают эту рыбку с этой стороны вот так люди оставляют машины идут туда себе на огороды тут у нас такая тропинка и там можно пройти к этим огородам а с этой стороны течет такая проточная крутая речка прям сильное течение и вы знаете такая большая тут рыба плавает килограмма 2-3 меня вот удивляет и она здесь живет и плавает все время ее видно особенно когда солнечная погода так прям вообще они приплывают так как мы решили ехать все таки с ручной кладью получается у нас нету никакого багажа и я начала читать в интернете всю информацию что можно брать в ручную кладь что нельзя я же хотела там какой-то взять солнцезащитный крем хоть что-нибудь такое по минимуму из кремов и ухода за лицом шампунь и так далее в итоге толком ничего брать не будем ну взяла какой-то минимум самое-самое такое кричащие необходимое потом расскажу вам как мы проехали что все-таки нельзя было или все прошло у нас в багаже также по поводу еды сложила немного фруктов с собой виноград грушу и немного черешни не знаю впустят нас в самолет с такими продуктами или нет но если что что-то съедим что-то выкинем там уже перед таможней перед контролем потом все расскажу оставайтесь с нами впереди будет много разного интересного всем пока пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч